Я думаю, всем известно, Государственная Дума приняла, Совет Федерации одобрил закон о Российской Академии Наук, реорганизации Государственных Академий Наук, который вносит серьезные изменения в то, каким образом на макро уровне будет организована научная система в Российской Федерации. В той редакции, в которой этот закон существует сегодня, он полностью соответствует изначальной концепции законопроекта, которая была внесена правительством Российской Федерации. Нам было крайне важно зафиксировать три базовых положения. Первое состояло и состоит в отделении экспертной функции научного сообщества от функции управления и финансирования научными исследованиями, поскольку в той структуре, которая была в Российской Академии Наук последние десятилетия, которая еще сохранилась и сегодня, одни и те же люди по существу определяют приоритеты исследований, формулируют темы фундаментальных работ, проводят конкурсы, определяют победителей, сами эти работы выполняют, финансируют и сами себе отчитываются. Вот эта постоянная ситуация конфликта интересов должна была быть исключена. И эту цель закон решает. Вторая важная задача, которая стояла перед правительством, когда она вносила законопроект, состояла в обеспечении целевого характера использования того огромного имущества, которое находится сегодня в системе Государственных Академий Наук. Важно было гарантировать не только сохранность 100% этого имущества, но и целевой характер его использования в интересах исключительно развития научной деятельности. Эту цель закон также решает. И, наконец, третья важная задача – это объединение трех Академий Наук. Российская Академия Наук, Академия Медицинских Наук и Сельскохозяйственных Наук для того, чтобы появились предпосылки для более активного развития междисциплинарных исследований, которые очень часто лежат на стыке. И если мы говорим о том, что в конце XXI века произошла информационная революция и развитие технологий в целом ассоциировалось в основном с взрывным ростом информационных технологий, технологий коммуникации, то есть основания считать, что начало XXI века ознаменуется таким же бурным развитием наук о человеке, о здоровье. И это также делает крайне актуальным третье принципиальное положение того закона, который был внесен и который, собственно говоря, сегодня уже обрел законную силу. Проект федерального закона. Создается федеральный орган исполнительной власти. Сразу же возникает вопрос – это новый орган, есть Президиум Российской Академии Наук, есть отделение Российской Академии Наук, есть институты Российской Академии Наук. Какое разграничение полномочий, как должна функционировать вот эта вся система так, чтобы в конечном счете это было направлено на развитие российской науки. Мы пришли к выводу, что все-таки есть некие традиции научного сообщества, ну не только у нас в стране, но и во всем мире, согласно которым основные решения все-таки принимаются на основе обсуждений в самом этом сообществе. Это нужно и для минимизации вообще управленческих рисков. Так вот, для всего этого все-таки федеральный орган исполнительной власти должен быть особый, и в нем ключевую роль должен играть научно-координационный совет ведущих ученых. Коротко я его буду называть Сенат, но Сенат это аналогичный научно-координационный совет в обществе Макса Планка в Германии. Хотя, как вы увидите, вот то, к чему мы пришли, ну гораздо ближе к системе СНРС, к французской системе, чем к немецкой системе. Вот это должен быть действительно совет ведущих ученых, то есть в него должны входить только те, кто, безусловно, является учеными, признанными мировым научным сообществом. С чего начать вот какие-то изменения? Конечно, изменения необходимо начать прежде всего с аудита состояния дел в институтах Российской Академии Наук. Можно проводить аудит институтов, можно проводить аудит научных групп и лабораторий, можно проводить аудит сотрудников. Нужно делать и то, и другое. Вот мы предлагаем все-таки для начала, это, в общем, можно сделать, ну, с моей точки зрения, это не так сложно, выявить ядро сотрудников Российской Академии Наук, которые способны работать на современном уровне мировой науки. Это делается, опять-таки, разными методами в разных науках. Мы предполагаем, что Сенат должен, так сказать, выработать методику оценки сотрудников, этого ядра сотрудников, лидеров, которые работают на мировом уровне, совместно, конечно, с соответствующими отделениями Российской Академии Наук. И мы предлагаем, чтобы вот этим сотрудникам был присвоен некий специальный статус, ну, можно сказать, мы его условно пока называем постоянный сотрудник Российской Академии Наук с той точки зрения, что эти сотрудники находятся на постоянных позициях. Ну, может быть, можно какой-то другой термин найти, это можно обсуждать. Значит, вот этот статус, постоянный сотрудник Российской Академии Наук, он должен, естественно, подтверждаться аттестацией каждые пять лет. Но если человек аттестуется, то он вот продолжает оставаться постоянным сотрудником Российской Академии Наук. Этот статус должен сохраняться при переходе из одного института Российской Академии Наук в другой. И мы предполагаем, что вот именно эти сотрудники будут создавать, ну, вот ядро, вокруг которых будет прогруппироваться, ну, вот дальнейшие изменения, которые будут происходить в институтах Российской Академии Наук. Разумеется, если речь идет о постоянной ставке, то должно быть возрастное ограничение. Ну, мы предлагаем, чтобы это было 70 лет, но, учитывая общие реалии, то 70 лет – это не то, что человек кончает работать. Мы предлагаем, чтобы по истечении возраста 70 лет человек переходил на должность научный консультант Российской Академии Наук, но чтобы это, причем чтобы это происходило, ну, с сохранением заработной платы или с сохранением большей части заработной платы. Ну, единственное ограничение, что он не будет занимать каких-либо таких научно-организационных постов, ОМОН может участвовать и подавать на гранты, быть руководителем грантов, руководить аспирантами и так далее. Теперь, что касается аудита институтов и лабораторий. Ну, по-видимому, ну, согласно установившейся традиции, его тоже необходимо проводить раз в пять лет. И вот очень важно, и это будет одна из ключевых функций Совета или Сената, как федерального органа исполнительной власти, очень важно, чтобы в эти комиссии вошли действительно ведущие ученые. Причем, ну, мы предполагаем, что большую долю, ну, около половины этих ученых, как правило, могут составлять зарубежные специалисты в данной области, которые бы проверили, каким образом работает данный институт Российской Академии Наук. И каждую лабораторию. Вот мы недавно специальное заседание Совета, двух Советов посвятили методике этой проверки. И вот наше все-таки убеждение, что институт сам по себе, ну, это, конечно, хорошо, но нельзя сказать, хороший он или плохой. В любом институте есть несколько хороших лабораторий, несколько плохих лабораторий. Говорить о показателях института все равно, что говорить о средней температуре по больнице. Оценивать нужно, прежде всего, лаборатории, и мы считаем, что каждую лабораторию института при проверке необходимо оценить.